На телеканале Кубань-24 продолжается тема дня. Спасибо, что вы с нами. Минприроды России совместно с Росгеологией разрабатывают концепцию поддержки гео- и спелеотуризма. Ведомстве считают, что туристов могут привлечь горные хребты, скалы, ущелья и пещеры, расположенные на территории национальных парков и заповедников. Таких уникальных геологических объектов в стране множество, потому есть все условия для развития этого направления в туризме. Как пояснили в Минприроды, Русское географическое общество уже сформировало карту, где на территории страны обозначены пещеры. Как отмечают эксперты, для того, чтобы пещеры и шахты можно было привлекать туристов, потребуется провести серьезную подготовку. Сначала нужно исследовать потенциал пещеры, затем адаптировать объект для массового посещения, обеспечить безопасность, установить подсветку, оборудовать места отдыха туристов, наконец, создать туристическую инфраструктуру около объекта посещения. Туристам также нужно предложить интересную программу, например, возможность сбора минералов или каких-то исторических образцов, помимо осмотра подземных залов. Но такие туры должны проводиться профильными организациями, которые имеют лицензию. На эту тему дня мы поговорим с нашим экспертом. У нас в студии руководитель комиссии спелеологии Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Андрей Остапенко. Андрей Александрович, здравствуйте, спасибо, что пришли. Как вам вот такая позиция о развитии с пелеотуризма? Надо ли действительно те пещеры, которые сейчас все еще дикие, может быть, подводить к объекту для посещения, скажем так, к формату такому? В общем-то, эта идея хорошая, и в ряде стран она с успехом реализована. Здесь у нас два момента. Первый момент – это пускать людей совершенно неподготовленных по совершенно безопасному маршруту. Значит, это действительно подсветка, удобные какие-то переходы. Все надежно, все прекрасно. И под руководством гида, который расскажет, что этот сталагмит похож на гномика, этот похож на елочку, этот еще на какую-то штуковину. Дети, не слушайте. Значит, поэтому тут у нас такой подход есть. Ну, у нас существует и обширное количество диких пещер, куда, в принципе, сейчас может залезть любой человек. Часть из этих людей даже смогут оттуда вылезти, если имеют соответствующую подготовку. Вот с дикими пещерами ситуация очень сложная, потому что, если у нас Министерство природных ресурсов этим занимается, то о каких природных ресурсах идет речь? Вот у нас есть такая штука, как подземное пространство. Они упомянуты в законе о недрах федеральном. То есть, пещера – это естественное подземное пространство, которое является ресурсом недр. Охраняется государством. Оно контролируется государством, в принципе. Но парадокс в том, что у нас в крае находятся несколько сотен пещер. Несколько лет назад мы как раз в соответствующих органах проводили вопросы, беседы о охране одной из пещер, недавно найденных пещера Любава. Вокруг нее разгорелся изрядный скандал, потому что ее хотели продать незаконно, оборудовать, всякие такие интересные были экономические движения. И нам сказали, ребята, а ведь у нас в крае всего восемь пещер известно. То есть, тут мы уже вступаем из области федерального закона о недрах в область федерального закона о географических наименованиях. Ведь объект существует, в принципе, реально существует, но о нем не знает государство. Чтобы государство об этом узнало, нужно этот объект описать, дать его привязки и заполнить какие-то бумажки для того, чтобы дать ему какое-то название. Этот объект может иметь название устоявшееся местное. Все местные знают, только ученые не знают. Могут знать его только исследователи пещеры местные не знать, и никто не знать. Может не быть названия. Но обычно название какое-то дается, даже рабочее название. Спелеологи находят новую пещеру и по каким-то особенностям или просто от веселого настроения дают какое-то название пещере. Иногда оно такое с юмором, иногда совсем юмор какой-то нехороший прослеживается. Но бывает, название дали. После этого все это уже передается на рассмотрение государственных органов, но они могут сказать, что название плохое, и первооткрыватели не имели права такое название давать. И вот у пещеры появляется второе название какое-нибудь официальное. Таким образом, в советское время многие пещеры имели по два, по три названия, потому что первооткрыватели, например, в районе Сочи пещеру назвали ТЭП по именам первооткрывателей трех. Ну, решили, что это некрасиво, назвали пещеру Октябрьской. И теперь она так через дефисы пишется. ТЭП Октябрьская. Вот как хочешь, так и называй. А чем закончилась история с пещерой Любава? Ну, там создали научный полигон музея имени Фелицина, который вроде бы как имеет там зону отчуждения, и там никто не должен находить. Была поставлена решетка, но местные гиды-полупроводники эту решетку быстренько сломали и стали водить туда людей. В общем-то, и пещера потихоньку разрушается. Ну, вы сказали, что есть пещеры, которые прямо для детей и стариков, да, они могут ходить там. Ну, на примере, давайте, Большой Азирской пещеры. Там снимал материал. Ну, да, нормальная пещера, ну, скажем так, оборудованная она, мягко выражаясь, очень некрасивая, но по факту она работает. Выдерживает вес людей, там фонари есть, люди там не теряются. В общем, в этом плане вполне себе нормальный первый шаг под землю, для того, чтобы познакомиться с пещерой. Но там же в Азирской предлагают и более экстремальный вариант посещения пещеры, там чуть дороже он стоит. Ну, вот тут мы возвращаемся к тому, что у нас зачастую кто что охраняет, тот то и имеет. Ведь люди, которые взяли в эксплуатацию эту пещеру, они наверняка подписали какие-то охранные грамоты по охране этого памятника природы. Но что там охранять? Во-первых, построили маршрут, соответственно, доступ ко всяким сталакитам, сталагмитам у людей затруднен, и ломать их, в общем-то, уже некуда. Что можно было, обломали до оборудования. Кстати, оборудование – это один из вариантов сохранения пещеры. Оборудование, вы имеете в виду металлические… Да, создание перил, ограничение хождения людей, это приводит к тому, что пещера, в принципе, в какой-то степени начинает сохраняться с этого момента. Ярким примером является пещера Мраморная в Крыму. Ее только обнаружили, закрыли сразу же, никому не говорили, и начали решать вопросы с оборудованием. Значит, абсолютно новую, только что найденную пещеру оборудовали. Сейчас она на уровне хороших европейских пещер оборудована. Аккуратно, чисто, без ржавчины, без дырявых ступенек, как в Азербской. Полы там моются уборщиками. Я лично видел, как человек со шваброй ходил по маршруту и мыл пол в пещере. Вот. То есть, примеры есть хорошие. Вот, да, туда можно сходить, можно посмотреть. Вот после этого у некоторых людей возникают глупые мысли. А как бы попасть в пещеру, где никто не был? И вот такие люди уже собираются, ищут себе подобных и через какое-то время находят. Но таких людей на самом деле мало. У нас, если пересчитать всех более-менее сочувствующих в Краснодарском крае спелеологией, которые более-менее регулярно занимаются ей, именно как спелеологи, то наберется, может быть, там, несколько десятков человек, включая там совсем пожилых, которые изредка выходят в пещеры, но всей душой сочувствуют тем, кто ходит, кто помоложе. И всячески помогают. Если таких людей не так уж и много, есть ли, не знаю, потребность развивать это направление спелеотуризм и все больше каких-то необорудованных диких пещер превращать в места для посещения туристов? Ну, смотрите, типичный отдых нормального русского человека – это что? Шашлык, баня, может быть, рыбалка, то есть количество вариантов отдыха массовых, которые мы видим, которые предлагаются, они довольно ограничены, и часть из них не являются познавательными. Значит, человек, который был в бане и пил водку, он знает, что это такое. Значит, вся водка, наверное, похожа друг на друга более или менее. Значит, человек, который побывал в разных пещерах, он приходит к выводу, что разные пещеры, они действительно разные, и они не похожи друг на друга. И кроме того, ведь когда мы лезем в пещеру, мы изучаем не только пространство новое для себя, скрытое в темноте, мы изучаем себя, в первую очередь своих спутников, и, конечно же, мы изучаем природу. И вот тут у нас возникает еще один камень преткновения в охране пещер. Это биота пещерная. И смотрите, что получается. Пещеры обычно являются памятниками геологическими или геоморфологическими, то есть там охраняется пещера как форма рельефа. Но в этой пещере живет множество удивительных животных. Часть из них, которые являются эндемиками и живут исключительно в этой пещере. И часть животных являются, ну, просто краснокнижными. Соответственно, если в пещере живет и зимует несколько хотя бы особей краснокнижной летучей мыши, то такая пещера должна зимой исключаться из эксплуатации. Просто в ноябре повесили замок, а в марте, удостоверившись, что мышки начали летать, замок сняли. Вот такая вот картинка для бизнеса. То есть мало того, что всегда бизнесмены жалуются на налоги, на проверки и на все прочее. Приходят еще ученые, находят у них там мышей летучих и говорят, все, ребята, ваш бизнес на сколько-то месяцев в году прекращается. Ну и, соответственно, какие тут у нас есть варианты легальные и нелегальные. Легальный вариант сказать, слушаемся, повесили замок, продаем там чай, кофе возле пещеры, всем говорим, ребята, там такие мыши живут уникальные внизу. Приезжайте в апреле. Значит, приезжайте в апреле, 1 апреля открываемся. Значит, и другой вариант, что там мыши есть уникальные, а мы их дустом, керосином, бекосином. Ну, в качестве примера, краснокнижный вид летучих мышей для накрыл обыкновенный. У нас в Краснодарском крае колонии некоторые достигают нескольких тысяч особей. Значит, весь потолок покрыт шевелящимся таким меховым одеялом. В Крыму эти мыши жили до начала 20 века. Жили в крупных гротах на берегу моря, жили в пещерах. Их почему-то всячески изводили. В том числе, вот, действительно, заходили с ружьями и стреляли мелкой дробью по этим мышам. Этот вид в Крыму полностью исчез. Все, его нет. То есть, этот ареал исчез. Все. Ну, хорошо это или плохо для предпринимателя, у которого в пещере исчезли мыши? Для предпринимателей плохо. Хорошо, что таких пещер, они не становятся общественным достоянием. Остановятся. Я бывал в пещере Катаржинска, в Моравском Карсте, недалеко от города Бруно. Пещера с октября по март закрыта, потому что там живет 300 летучих мышей. А так как пещеру закрывают на зиму, на время спячки мышей, то возникает положительная обратная связь. Мышей там становится все больше и больше. Соответственно, меньше поводов сказать, что мышей там мало, давайте не обращать на них внимания. Может, мышей прилетет большое количество туристов? Есть такой аттракцион в США, как наблюдение за вылетающими на охоту мышами вечером в крупных пещерах. Там популяция нескольких миллионов мышей, и часть этих пещер обнаружили вечером по дыму, который поднимался из земли. Думали, что извергается вулкан. Когда подошли ближе, оказывается, огромные массы летучих мышей вылетают из крупной пещеры. То есть можно найти эту золотую середину, чтобы и экологам, и тем, кто охраняет природу, было хорошо, и бизнес тоже мог зарабатывать? Ну, если этим заниматься пошагово. Пошагово и аккуратно. Сейчас с нами на связи начальник отдела оперативного реагирования Кубань-СПАС Александр Нестеров. Александр Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. А вы как относитесь к развитию спелеотуризма? Не подкинет ли это спасателям еще больше работы? И были какие-то уже случаи, когда приходилось спасать людей, которые сами решили исследовать или иные пещеры? Ну, очень положительно я отношусь к этому. Потому что, как ни странно, в нашей службе одна, но две работы в год, связанные с пещерами, только происходят. И то, это, как правило, неподготовленные люди, которые, как правильно Андрей Александрович сказал, просто очень интересно захотелось куда-то в новое место попасть. Под землей. Александр Анатольевич, тем не менее, какие-то вот меры предосторожности? Я знаю, что сейчас ты даже просто в лес отправляешься, и то нужно спасателей предупреждать, что ты пошел в поход. А уж если в пещеру, так, наверное, и особенно. Да, вот вы сейчас самое главное сказали, что обязательно зарегистрироваться надо на сайте Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Это, ну, можно сказать, приравнивается к походу, это тоже экстремальный вид. Вот, это прежде всего делается. Ну, естественно, если вы едете на экскурсию в оборудованную пещеру, этого делать не надо. А вот если это группа, которая собралась посетить ту или иную пещеру, то тут есть два варианта. Это или используют люди сертифицированного, вернее, договариваются или как-то оформляют отношения с сертифицированным гидом, у которого есть снаряжение, оборудование, все, и которое может обеспечить данное мероприятие. Или же, если это подготовленная группа, действительно, из федерации, то тут уже самостоятельно группа должна быть подготовлена, оборудование, снаряжение, все карты, свет, ну и так далее, и так далее. И обязательно регистрация все-таки в Главном управлении МЧС России. Спасибо, спасибо большое. Александр Нестеров, начальник отдела оперативного реагирования Кубань-Спаса, был с нами на связи. Андрей Александрович, все-таки цивилизованный спелеотуризм, какие-то примеры у нас в стране, может быть, на Урале, где-то еще в других регионах? Ну, ближайшие в Крыму у того же хозяина еще пещера имени Баирхасар, тоже очень классно сделана, с отличной подсветкой, с решетками в нужных местах, чтобы шаловливые ручки туристов не дотягивались до сталактитов полупрозрачных, тонких, с закрытыми заповедными частями пещеры, куда никого не пускают, даже сотрудников крайне редко пускают, очень хорошо сохранившиеся части пещер. Взаимодействие было налажено в свое время с палеонтологами, которые в этой пещере откопали третичную фауну, которые падали животные когда-то во входной колоде, смешивали с глыбами, гравием, и вот там у них под землей мини-музей. То есть это такой пример сотрудничества с учеными, хорошего, положительного. Кроме того, у нас есть примеры интересные в Краснодарском крае, например, пещера Медвежья, город Геленджик, Сафари-парк. Возникает вопрос, да какие там пещеры могут быть в принципе. На самом деле это старое бомбоубежище, которое украсили искусственными сталактитами и сталагмитами под руководством спелеологов. Выглядят они совершенно по-настоящему. Пахнут немножко по-другому, цементом, но тем не менее очень похоже на настоящую пещеру. А туристам говорят, что это не искусственные пещеры? Я не знаю, что там говорят туристам, это уже не мой вопрос, потому что я туда заходил с начальником этой пещеры, который ее помогал оборудовать. Это, кстати, уральский спелеолог Павел Николаевич Севинский, который работал в Кунгурской пещере экскурсионной на Урале, очень известной пещере Ордынской, самая длинная пещера подводная в России. И вот он принимал участие активное в оборудовании этой пещеры. Значит, получается, что мы можем в любом месте Краснодарского края, в горах, предгорях, где есть скальные горные породы, и в принципе можно и без скальных горных пород, создать искусственную полость с хорошим крепежом бетонным, с тюбингами, и потом на нее налепить сталактиты и сталагмиты. То есть мы можем не везти туристские маршруты к тем местам, где есть пещеры, а мы можем создать пещеру в любом месте. Ну, был интересный проект создания экскурсионного объекта в районе поселка Саок-Дыре, Крымский район. Там здоровенная, огромная выработка по добыче ракушечника, камня пиленого. Примерно 6 на 6 метров сечения ходов, куча закоулков. Слушайте, там где вино хранили, вот эти шахты. Рядом, вино хранили рядом. А это вот была никак не оборудованная, не задействованная горная выработка, которую можно было превращать в любой экскурсионный объект по дороге, скажем, из Краснодара в Еленджик, в Анапу, вот через Крымск, пожалуйста, вот вам объект. Сделайте побольше площадку, сделайте там какие-то увеселения, что там, напитки, шашлык, фото с обезьянкой. И, в принципе, каждый найдет для себя нужные товары, и кто-то найдет кусочек деба. Александр Александрович, я понял, вы, в принципе, за развитие спелеотеризма, но это должно быть... Да, я за развитие, но это должно быть разумное и ответственное отношение тех, кто этим занимается. Это в первую очередь, потому что проверить, что делают предприниматели после того, как они получили в пользование какой-то участок подземного пространства, бывает затруднительно. Кроме того, юридически я же вам говорил, что можно охранять пещеру как объект рельефа, а можно озаботиться тем, что же там живет в этом объекте рельефа. У нас есть пещера, которую посетили, наверное, сотни тысяч людей, может быть, ну, десятки тысяч минимум. Это большая панагорийская пещера за горячим ключом. Она считается ободранной, некрасивой, в общем, никакая пещера. Там постоянно оборуживают новые виды подземных насекомых, траглобионтов, которые живут только в этой пещере нигде больше. Значит, энтомологи там поработали. Сейчас одна девушка из нашей спелеокомиссии, Полина Сомченко, увлеклась энтомологией в какой-то степени, хотя она по образованию геолог, и она уже там нашла несколько новых видов насекомых в этой пещере, которые живут исключительно в ней, исключительно пещерные виды. Оказалось, уже пещера хоженая-перехоженая, пожалуйста, можно научные открытия делать. Ну, конечно, делаются открытия, просто надо не стремиться там получить какой-то драйв, там добежать до конца и вернуться обратно за полчаса, а вот именно как-то постараться слиться с подземной средой, что-то там увидеть, что-то осознать. Это очень интересное занятие. Андрей Александрович, спасибо, спасибо огромное, что пришли. Рассказали, у нас в студии был руководитель комиссии спелеологии Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Андрей Остапенко. Мы продолжаем эфир на телеканале Кубань-24. Спасибо, что вы с нами.